Среди тех, кто в первый раз принимает участие в конкурсе, который инициирован администрацией Ленинского района совместно с БРСМ и при поддержке информационного портала «Виртуальный Брест» – кофейня «Санет». Этим летом уютный уголок Брестского Арбата в прямом смысле расцвел. Подвесные кашпо из живых букетов и растений живописные, аккуратные по форме туи и украшенные оригинальными подсолнухами интерьер. За большую работу, проявленный энтузиазм и стремление преобразить свою территорию вместе с темой главную улицу города, в кофейне «Санет» присуждено первое место. Этим летом я уже ощутил приток даже поляков, которые, видимо, живут возле границы. Им, в принципе, интересно приехать, посмотреть, что и как. И я думаю, что их глаз это, в принципе, радует. То есть они, я думаю, оценят. Да и вообще все гости города, им всем будет довольно приятно. То есть, в принципе, инициатива хорошая. По-настоящему удивляет коллектив кафе «Чемодан», что на улице Комсомольской. Причем как в гастрономическом, так и в эстетическом плане. Сюда приходят не только для того, чтобы вкусно поесть или отдохнуть, но и сделать оригинальное фото на память с автомобилем, буквально утопающим в пестром цветочном ковре или с разноцветными велосипедами, указывающими путь в уютное заведение. «Чемодан» как магнит притягивает не только жителей, но и туристов. Постоянный участник конкурса второй год подряд занял почетное второе место. Все заведения трудятся на том, чтобы вызвать положительную эмоцию у людей. То, к чему мы стремимся, то, ради чего мы работаем, это положительная, хорошая эмоция. И те же цветы, тот же автомобиль с цветами, это все сделано ради того, чтобы вызвать у человека хорошую эмоцию. Проходя мимо, обращаем внимание, какой-то всплеск эмоциональный, позитивных эмоций. Фотографируемся, ну, как сейчас модно, в Инстаграм, в Фейсбук, в соцсетях во всех. Ну, так что, вот, к чему стремились, того добились. В этом году участие в конкурсе приняли порядка 20 кафе и баров. Не остались в стороне и летние площадки, находящиеся на других улицах города Гоголя, набережной проспекте Машерова. Победители определялись в ходе голосования, организованного на сайте «Виртуальный Брест». К слову, на форуме зарегистрировано почти 7 тысяч просмотров. Информации о конкурсе было отдано более 1 тысячи голосов. Подготовка города к тысячелетию – это не только какие-то глобальные стройки, это еще и участие наших жителей, наших граждан непосредственно вот в этом процессе. Для того, чтобы наш город был уютнее, краше. И наш конкурс, я надеюсь, уже традиционный конкурс, который будет «Цветы родному городу», это как раз вот продолжение этой темы. Когда каждый человек на своем месте, на рабочем месте, дома, на площадке, сделает ее уютной, красивой, достойной, стильной, домашней, наверное, душевной. Поэтому из этого и частички состоит вот, наверное, красота всего нашего города. То, что у конкурса «Цветы родному городу» есть продолжение, очевидно. Маленьких, цветочных, душевных точек в Бресте с каждым годом становится больше. Вместе с темой социально активных брещан. И, кажется, слоган «Лучше Бреста нету места» затрагивает все больше сердец.